Учебно-полевую практику прошли студенты Ненецкого аграрно-экономического техникума. Две недели группа из 18 человек провела в районе реки Большая Светлая на Северном Тимане. Вместе с учеными ребята обследовали район реки с целью создания на нем особо охраняемого природного парка Северный Тиман. На территории Северного Тимана расположены особо ценные природные и культурные ландшафты, места обитания редких животных и растений. Актуальность создания охраняемой зоны связана с планами по поиску полезных ископаемых и промышленной разработки этой территории. В рамках поездки мы проводили исследования природных экосистем этой территории. Ну и параллельно знакомили студентов с методиками оценки природных экосистем. То есть они непосредственно со специалистами получали знания по своей специальности. Экологи получили необходимые профессиональные знания. Они изучили основы наблюдения за окружающей средой, методики оценки природных экосистем, освоили биомониторинг, а также научились пользоваться полевыми устройствами и техникой. Виктор у нас меряет температуру логером воздуха. Только что откопали почвенную яму для описания почвенного профиля. Собранный материал будет изучаться студентами до начала учебного года, после чего им предстоит защитить полученные знания на практике. Студенты в тундре занимались не только наблюдением за природой, но и физической нагрузкой. Участникам экспедиции пришлось доставить в Наринмар камень весом около 300 килограмм. Его привезли по просьбе архиепископа Якова. Валум планируется использовать во время закладки нового каменного храма в Наринмаре. Константин Канев, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.